Преступность, отсутствие правового регулирования, автономия, перенаселенность, съемка фильмов с атмосферой киберпанка, прототипы в компьютерных играх. Все это про один район. Район в Гонконге. Правда, некогда он считался то ли поселением, то ли городом, но городом с очень большим вопросом. Каулунский Волл-Сити, он же город-крепость Каулун, был расположен в Гонконге и на протяжении многих лет считался одним из самых густонаселенных мест на планете. Перед его разрушением в начале 1990-х годов в Волл-Сити проживало около 50 тысяч человек. На площади всего лишь 2,6 гектара. Чтобы вы представили территорию всего этого хаоса, она вмещалась в квадрат соотношением сторон 300 на 300 метров. Меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале, где я путешествую по городам и странам, погружаюсь в местную жизнь, культуру и историю, знакомлюсь с местными достопримечательностями и пытаюсь найти идеальный для жизни город. Но только не в этот раз. Я и мой гонконгский друг Сол, отправляемся в ту часть Гонконга, где и находился тот великий и ужасный Каулун Волл-Сити. Oh, wow. Ребята, вот это место, я, честно говоря, не знал про него. Сол меня притащил сюда, потому что он говорит, что не каждый турец сюда едет. Вообще это, получается, Old Cologne City Park. Получается, что это старый город Cologne. История города-крепости Каолун восходит к династии Сун. В течение последних восьми сотен лет город служил правительственному гарнизону для защиты Каолуна и его побережий. Только в середине прошлого века общественность стала воспринимать город как захудалое место, где процветали наркотики, азартные игры и порог, а также собирались гангстеры. Сейчас в это сложно поверить, ведь на этом месте разбит живописный парк, здесь есть и музей внутри него. Если не посещать музей, то можно и не знать, что раньше тут был огромный человек без власти государства. Поэтому всем советую посетить это место, чтобы понять, каким был Гонконг. Напомню, что в предыдущих частях мы исследовали достопримечательности Гонконга и эти выпуски вы можете посмотреть по ссылочкам в описании. На моем втором канале с Maps Education вы можете познакомиться с роликом, посвященным образованию в Гонконге. А весь канал в целом о зарубежном образовании. переходите и подписывайтесь. Здесь есть историю, я вам покажу. Итак, все эти земли, которые использовались из-за чиновников? Да. Когда были британские, у них был один стран, они обеспечивали Гонконг. Они обеспечивали часть Као-Long. О, окей. Но эта часть, с обеспечиванием, она как-то еще владела в Китае. В Китае. Во времена династии Сун только правительству было разрешено добывать соль, а соляное месторождение и соляное управление находились как раз в Каолуне и управлялись чиновниками и солдатами. Начиная уже с династии Юань, производство соли сократилось, что привело к закрытию месторождений. Затем управление по борьбе с коррупцией было преобразовано и стало отвечать за общественную безопасность в регионе. В начале правления династии Цин правительство приняло постановление о миграции, чтобы пресечь антицинскую деятельность, исходящую из Тайваня. Поскольку тогда обострилась проблема пиратства, в 1810 году была создана батарея Каолун. Найбольшая ее ценность заключалась в отражении атак британцев во время первой опиумной войны. После войны остров Гонконг был передан Великобритании. В целях укрепления обороны полуострова Каолун окружной магистрат Гуан-Фу был переименован в окружной магистрат Каолуна, а квартал был возвращен Каолунской батареей. Поскольку полуостров Каолун приобретал все большее значение в военном и административном отношении, губернатор провинции Гуандун и Гуанси Ци Ин предложил построить город-крепость Каолун. Строительство началось в сентябре 1846 года и было завершено в мае 1847. Между Китаем и Великобританией был подписан договор от 9 июня 1898 года, где обозначалось, что новые территории были переданы в аренду Великобритании на 99 лет. Согласно конвенции, китайские чиновники имели право осуществлять свою юрисдикцию в городе, но после захвата новых территорий британское правительство потребовало, чтобы все китайские чиновники и войска были выведены из города. В декабре 1899 года был издан указ, провозглашавший, что город находится под единоличным управлением Великобритании. Цинское правительство энергично протестовало против произвольного заявления Великобритании, но Китай был слишком занят гражданскими беспорядками и не мог уделять время решению проблемы города-крепости. В результате чего город стал неуправляемым государством. Британское правительство, в конце концов, отказалось от фактического управления каолуном. Время шло и здания в городе были разрушены. Город стал пустеть. А что дальше? Дальше японская оккупация во время Второй мировой войны. Тогда стены каолуна были снесены, а камни были использованы для расширения аэропорта Кайтак. В 1948 году попытка правительства Гонконга оккупировать город вооруженной силой привела к массовым студенческим демонстрациям в Китае, кульминацией которых стал поджог британского консульства и многих британских деловых помещений в Гуанчжоу. Это событие стало известно как инцидент на Каолунской стене, после которого британцы избрали политику невмешательства. Продолжение следует... 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 начиная с 1950-х годов в городе перерабатывалось большое количество наркотиков в том числе героин который экспортировался по всему миру процветающие стриптиз клубы бордели казино опиумные притоны и ларьки с собачьим мясом превратили город крепость калун печально известный город тьмы цена на землю рядом с калу нам было низкой и в этом районе были построены различные мелкие фабрики можете представить себе степень экологичности этого района здесь активно открывались нелицензированные медцентры и стоматологические клиники для оказания экономических услуг населению и только после того как в 1970-х годах правительство гонконга взяло курс на борьбу с преступностью незаконная деятельность начинает как-то уменьшаться ну или может тщательно скрываться ребят вы поняли что сол говорит вот эти вот здания это когда-то общественные общественные здания то есть ну точнее как бы жилье общественное то есть доступная дешевая где-то даже бесплатная маленькие окошки такие интересно что свободного места вокруг было полно но самовольная застройка района проходила только в высоту чтобы не нарушать границы так как территориально эта область находилась вне юрисдикции английского правительства строения были построены хаотично без какого-либо плана или соблюдения строительных норм многие здания были соединены друг с другом самодельными переходами лестницами и узкими проходами создавая сложную запутанную сеть коридоров при этом во всем городе было всего три лифта в это сложно поверить но во всем этом хаосе были и пекарни и магазины и продуктовая фабрика и своя школа и часовня и даже дом для престарелых типичная улица каулуна была темной и узкой извилистой негигиеничной и изобиловала трубами и электрическими проводами правительство гонконга упорно отказывалась подключать водопроводные трубы к квартирам в этом городе помимо сбора воды из уличных кранов жители могли рассчитывать только на поставщиков воды на черном рынке или на подключение водопроводных труб незаконными способами трубы были соединены наугад по всей улице утечка воды стала обычным делом и превратилась в характерную черту каулуна так называемые поставщики за ежемесячную плату закачивали воду из-под земли и подключали трубы к резервуаром для воды в ближайших зданиях но это вода была не гигиеничной и небезопасной для питья жилищные условия волк сити были крайне тяжелыми люди жили в тесных плохо вентилируемых помещениях без доступа к достаточному количеству естественного света или свежего воздуха антисанитария ужасная гигиена нелегальная медицина распространение болезней но несмотря на трудные условия в каулу не существовало сильное чувство общности и взаимопомощи люди жили в тесном контакте друг с другом и часто сотрудничали для решения повседневных проблем в городе развивалась уникальная культура зачитающая традиционные китайские ценности и практики с особенностями жизни в экстремальных условиях многие жители были нелегалами представьте им приходилось зарабатывать на жизнь без возможности покидать пределы каолуна О, это бед, да? Да, это бед Это маленький чинский мультфильм Это крана, дерево Вы знаете, что они снимали Батмен фильм в Хонг-Конг и в одном из зданиях Батмен был прыгнул из зданиях и они снимали в Хонг-Конг В чем причина возникновения в Уолл-Сити? В целом это результат уникальных исторических обстоятельств, которые привели к тому, что он фактически стал зоной без закона И вот можно себе представить, что случается с обществом, где все дозволено После Второй мировой войны британское правительство и правительство Китая спорили о юрисдикции над этим районом Что привело к его практической автономии от остального Гонконга Отсутствие официального правового регулирования привело к росту преступности Уолл-Сити стал убежищем для преступников, наркодилеров, нелегальных иммигрантов Там процветали наркоторговли, азартные игры и нелегальный алкоголь Но где были официальные власти? В Каолуне все это сводилось лишь к периодическим рейдам В 70-е рейды проводились здесь чуть ли не каждый день По некоторым данным, всего в Каолуне провели более 3000 рейдов При этом за городом, так сказать, приглядывала мафия Но различные источники утверждают, что полиция покрывала определенные криминальные элементы В обмен на взятки или под давлением триад ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сонг династия сонг династия ах, это как год, что это было в 19 веке пришло время и было решено снести этот город но о том, какая судьба его ждала дальше вы узнаете в следующем выпуске поэтому подписывайтесь, жмите на колокольчик чтобы не пропускать в описании вы найдете все полезные ссылки включая на мои соцсети также можете перейти и подписаться на меня если пользуетесь ими и также в описании к ролику я оставлю линки на полезные сайты включая бронирование гостиниц, билетов, поездок, каких-то туров все это будет в описании там самые лучшие цены поэтому, пожалуйста, пользуйтесь спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!